На этот матч наша молодежная команда выходила в качестве лидера восточной зоны 2-го дивизиона первенства профессиональной футбольной лиги. Томичи опережали куда более опытную новокузнецкую команду на 3 очка и поэтому хотелось Том-2 рассматривать в качестве фаворита в данном конкретном поединке. Хотя в нежном футбольном возрасте лидерские функции, наверное, немного давят на игроков. Наверное, чуть-чуть давят, потому что, судя по тому, как парни провели последние минуты, то есть все-таки уже больше не об атаке думали, а об обороне. Хотя в первом тайме наши ребята в обороне не отсиживались и действовали довольно активно. Справедливости ради стоит отметить и то, что новокузнецкая команда провела несколько весьма опасных атак на воротом Том-2, который защищал Антон Бунин. Счет же открыли хозяева поля, произошло это на 31-й минуте. После передачи Антона Макурина Алексей Сазонов удачно прикрыл мяч, вышел один на один и свой шанс уверенно реализовал. Однако недолго на Томской улице музыка играла. Уже через две минуты счет стал 1-1. Точный удар с линии штрафной нанес Вадим Ларионов. В первом тайме, я думаю, у нас больше, конечно, подходов и шансов на взятие ворот было. Завершающего паса, как всегда, не хватает. Где-то, вот именно, зрячего паса. Так-то вроде передачи идут, а не доходят до наших. Во втором тайме обе команды имели возможности для того, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Но использовать их ни Том-2, ни Новокузнецк не сумели. В итоге боевая ничья 1-1, которую наша молодежка все-таки может занести себе в актив. Итог игры, наверное, соответствует тому, что мы видели на поле. Команды приложили много усилий в виде наборства. Много усилий на то, чтобы вернуть себе мяч, который быстро теряли и та, и другая команда. Много было такой мужской борьбы, наверное, столкновений. Я думаю, что итог справедлив. Конечно, хотелось бы, но мы тоже немножко, над нами давлеет последнее поражение, боясь проиграть. Немножечко давлеет, что мне кажется, что мы должны были более опытная команда, более четко контролировать мяч, более четко проводить атаки. Но не всегда это получалось. Радую то, что в обороне играем довольно-таки по футболу, уверенно. В принципе, сопернику создать особо моментов не дали. А так, боевая ничья с равными шансами на успех. После четырех проведенных матчей ТОМ-2 занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков. Ближайший матч наша молодежка проведет 13 августа на своем поле с Барнаульским «Динамо», а затем ее ждет дальневосточное турне. 20-го играем в Комсомольске-на-Амуре с местной сменой и 23-го с Сахалином.